Сэр Элтон Джон спел свою Гудбаеллу Брикрут в 26 лет, после чего проснулся знаменитым. Олег Митяев свое нетленное творение создал в 23 года. Однако, в отличие от знаменитого англичанина, выпускник Челябинского института физкультуры обрел истинную славу лишь два десятилетия спустя. Качнется купол неба, большой и звездно-снежный, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. В 2003 году Олег Митяев выступил с концертом в Кремле и впервые приехал в Томск. С той поры Барт посещает наш город почти каждый год. На сей раз привез новую программу с песнями Давида Тухманова. В одной из них легендарный композитор положил на музыку стихи Пушкина. Получилась вакхическая песня. Что смолкнул веселье глаз, раздайтесь вокальные припевы. По словам Митяева, на его стиль повлияло творчество многих музыкантов. Вертинского, Акуджавы, Висбора и других. А еще песни послевоенных лет, которые сам музыкант почти не застал, но знал благодаря близким людям. Я видел родителей и как-то мне это передавалось. И песни какие-то, и детали быта, и атмосфера времени, она мне очень интересна. И какие-нибудь там парусиновые туфли Непманского времени, это тоже какая-то интересная такая для меня атмосфера. Иногда ты погружаешься в нее и вот появляется какой-то сюжет. Название новой программы «Романтики больше не будет» совпало с финансовым кризисом совершенно случайно. Впрочем, говорит Митяев, обычно большая часть его концерта состоит из старых полюбившихся творений. Я, наверное, как бы пишу для себя в том смысле, чтобы мне это понравилось. И находятся еще какие-то люди, которым тоже это нравится. И, наверное, это все-таки такой психотерапевтический какой-то акт взаимообразный. Потому что и у меня все нормализуется, и людям становится лучше. Вот так поговорили, песни попели и довольные разошлись. Как это происходит, непонятно. В 2007 году Слава Митяева достигла пика, когда коллеги по «Ремеслу» записали альбом с его песнями. И все это как-то переварилось. И теперь есть на фестивалях такое понятие, как «Митяевщина». Когда говорят, ну вот, ну что это? То есть я этого сам не чувствую и не понимаю, да? Но мне, например, очень понравилось, когда я впервые увидел клип группы «Ума Турман». Мне это очень понравилось. Потом я понял, почему. Потому что это очень похоже. И когда иногда слушают, значит, вот эту первую «Проститься» по радио, мне звонят и говорят, какая у тебя хорошая новая песня. На томском концерте в Театре драмы среди зрителей преобладали молодые люди. Олег Митяев пел два с половиной часа, исполнив больше трех десятков своих песен. Теперь с утра свержок, теперь нежзьи тепла, запорожит снежок страну и все дела. А сердцу хочется весны, а сердце мается. Летит маршрутка в сумрак голубой. Слава Богу, что дорога не кончается и неизменно возвращается домой. Павел Соловьев, Юрий Тепляков и Антон Сухушин. Вести Томск. События недели. АПЛОДИСМЕНТЫ